Добрый день, меня зовут Константин Рудковский. Я хочу презентовать вам курс по бумаге Financial Reporting, который предлагает компания LearnItOnline. Я вам в двух словах расскажу об экзамене ФР. Экзамен ФР это мероприятие, которое длится 3 часа 15 минут и состоит из трех секций. А, Б и С. В секции А вы столкнетесь с 15 вопросами, небольшими, по 2 балла каждый. Итого 30 баллов. В этих вопросах это либо multiple choice questions, где вам нужно выбрать из А, Б, С, Д правильный вариант ответа, либо ввести некую цифру. Ну, или иногда они бывают в виде таких интересных картинок, где нужно мышкой подтащить правильный вариант ответа в надлежащую клеточку. Секция Б состоит из трех вопросов, каждый из которых содержит некий сценарий. И в этом сценарии, в свою очередь, вот таких пять небольших задачек по 2 балла каждая тоже. То есть и еще, таким образом, да, 30 баллов. И каждый вопросик по 2 балла. Наконец, в разделе С, так называемое constructed response questions, там два вопроса по 20 баллов каждый. Итого 40 баллов. Таким образом, экзамен позволяет получить 100 баллов. Чтобы сдать экзамен, необходимо набрать 50 баллов. Ну, в разделе С из этих двух вопросов чаще всего вы сталкиваетесь либо с задачкой на консолидацию, вот, либо с вопросом, где из оборотно-сальдовой ведомости необходимо подготовить финансовую отчетность, либо с вопросом на интерпретацию финансовой отчетности. Вот это те три темы, которые чаще всего экзаменуются в том или ином, значит, ракурсе, в той или иной комбинации в разделе С. Что предлагает LearnItOnline? LearnItOnline предлагает подготовиться к экзамену в формате онлайн. Как будут проходить занятия, я вам сейчас в двух словах и расскажу. Я пишу конспект вот в такой программке, которую вы видите, и настоятельно рекомендую слушателям за мной конспект писать, где по основным темам я даю вводные, теоретически, а потом мы решаем задачки. Вот. Ну, в качестве иллюстрации я вам предлагаю послушать сегодня тему АФРС 15-й договора с покупателями. Ну, или мы на английском языке этот курс будем проводить, так что, Contracts with Customers. Я говорю по-русски, но пишу все на английском, поскольку экзамен вам сдавать по-английски. Хотя на данный момент уже имеется и русскоязычная версия экзамена ФР. Мы, тем не менее, ориентируемся на английский. Так вот, стандарт АФРС 15-й, принятый тоже в 2015-м году, касается всех договоров с покупателями. И этот стандарт устанавливает единую процедуру, единый порядок анализа договоров с покупателями на предмет их отражения финансовой отчетности. Эта процедура состоит из пяти этапов. Пятиэтапная модель. Five-step model. От нас ожидается, к экзамену ФР, что мы знаем, что это за этапы, и можем пару слов о них сказать хотя бы. Итак, первый этап. Вот перед вами юридический документ. Что это? В плане финансового учета, какой стандарт должен регламентировать учет этого документа? Может быть, это нематериальный актив, АЭС 38-й? Может быть, это договор аренды, АФРС 16-й? Может, это финансовый инструмент, АФРС 9-й? Или же это АФРС 15-й? Поэтому первым делом необходимо identify contract with customer. Identify contract with customer. В вопросах на экзамене АФР всегда предельно понятно, имеет место договор с покупателем или нет. Но, тем не менее, стандарт задает процедуру анализа. Это по жизни не всегда понятно. Первым делом, для того, чтобы был договор, стороны должны утвердить его и обязаться исполнять. parties have approved contract and are committed to fulfill it. Потому что, если вы, допустим, зашли в автосалон и взяли автомобиль на тест-драйв, конечно, никакого контракта между автосалоном и вами еще нет. Вы можете в результате тест-драйва машину вернуть и, как бы, говорить не о чем. Далее. Если действительно стороны утвердили договор и обязуются его исполнять. Договор должен быть достаточно конкретным. It identifies or specifies It. Что имеется в виду под it? Contract with the customer. Contract specifies rights and obligations to goods and services. Потому что без этого нельзя будет сделать второй шаг. Определить, кто кому чего должен в рамках этого договора. It specifies payment terms and conditions. Если не определены условия оплаты, тогда нельзя будет сделать, соответственно, третий шаг. Нельзя будет определить цену договора. Далее. Договор должен иметь коммерческое содержание. It has commercial substance. Товарищи, что имеется в виду под словами договор имеет коммерческое содержание? Предприятия, так же, как и люди, склонны надувать щеки. Мы, люди, тщеславные, хотим показаться такими значимыми, важными. И предприятия тоже самое. Включили договор. Я тебе продаю состав нефти, и ты мне в оплату состав нефти той же марки. Доход от реализации у нас большой, себестоимость реализации большая, выхлоп ноль. То есть называется надувание щек. Если я тебе продаю состав нефти, то ты мне в оплату денежное средство должен заплатить. Или же там бартер какой-то, состав зерна, к примеру, да? Тогда договор имеет коммерческое содержание. Если мы друг другу гоняем одно и то же, то коммерческого содержания тогда нет. Ну и, наконец, последнее, последнее. Получение оплаты должно быть вероятно. Consideration. Значит, it's probable that customer will pay. It's probable that consideration will be received. Вот и такие условия, которые должны быть выполнены, для того, чтобы мы могли сказать, да, вот этот юридический договор, это действительно договор с покупателем, учет которого будет регламентироваться стандартом ФРСом 15. Еще раз повторяю, в наших задачках это всегда предельно понятно. Выполнены эти условия или не выполнены. Следующий шаг, согласно стандарту и пятиэтапной модели. Identify performance obligations. Что имеется в виду под performance obligation, обязанность по договору? Под performance obligation стандарт понимает следующее. Да, promise. to transfer goods or services. О чем идет речь, товарищи? Зачастую по договорам с покупателем договор включает множество компонентов. Представьте себе внедрение информационной системы. Продавец и аппаратное обеспечение предоставляет, и внедрение компьютерной программы, и послепродажную поддержку, там, устранение вирусов, траблшутинг всевозможный, тому подобное. Спрашивается вопрос, а сколько же компонентов в этом договоре? Потому что в зависимости от того, сколько компонентов. Возникает следующий вопрос. О порядок признания выручки. И стандарт четко объясняет, когда в договоре можно вычленить некий отдельный компонент. Вот этот performance obligation. Такой performance obligation отдельно идентифицируем, если customer can benefit from it separately. или, как сказано в стандарте, отдельно, либо совместно с другими ресурсами, доступными покупателями. То есть, этот performance obligation отдельно идентифицируем. Отдельно идентифицируем. Его можно отдельно, такой компонент договора можно отдельно купить. Да, предлагается на рынке отдельно. И один компонент договора, один performance obligation не модифицирует, не видоизменяет, не интегрирует другой. Does not modify or integrate other performance obligations. Вот такой теоретический язык в этих стандартах, да, сложно понять. Ну, простая иллюстрация. Мы заключили договор с подрядной организацией о строительстве здания. И подрядная организация сама закупает стройматериалы, плитку и так далее, выполняет строительные работы. Мы получаем под ключ готовое здание. Сколько компонентов в таком договоре? В принципе, мы самостоятельно могли бы закупить кирпич, там, мешки с цементом, коробки с плиткой и отдельно заказать строительные работы. То есть, действительно, customer can benefit separately from each part of the contract. А как это мы можем от мешка с цементом выгоду получить? Можем перепродать кому-то, например. Но в процессе строительных работ в процессе выполнения договора из ящиков с кирпичом, мешков с цементом, да, и там коробок с садтехникой получается нечто совершенно новое, получается здание. Поэтому такой договор на сооружение здания рассматривается как единый performance obligation. Как единый performance obligation. А может быть другая ситуация. Купили мы таки в автосалоне автомобиль, уехали на нем, но нам автосалон обещает бесплатное техобслуживание на 5 лет. Если что-то поломается, будет подчинять. Спрашивается вопрос, а мы можем заказать такое же техобслуживание, в общем, на рынке купить автомобиль и в каком-нибудь автосалоне заказать такое техобслуживание отдельное? Можем. То есть можно их по отдельности купить, идентифицируем они по отдельности, может покупатель отдельно и получать экономические выгоды. И, как следует из слов техническое обслуживание, ну, техническое обслуживание автомобиля, Масло поменял, винтик подкрутил, автомобиль, автомобилями остается при этом. То есть не происходит модификации, интеграции и так далее. Тут два отдельных performance obligations. Когда мы видим, что действительно речь идет о договоре с покупателями, распределили, разбили его на отдельные компоненты, если это требуется, тогда третий шаг, тогда возникает необходимость сделать третий шаг. Determine contract price. Determine contract price. Товарищи, тут о чем идет речь. Стандарт очень подробен. Где-то порядка 250 страниц с иллюстративными приложениями. Нас в курсе FR интересуют лишь отдельные аспекты. Так вот, нам в рамках курса FR надо знать о том, что цена, прописанная в договоре, это не всегда будет та же сумма, на которую вы покажете выручку. Правильно, да? Поэтому, первый вопрос, которым надо задаться, содержит ли договор так называемый компонент финансирования? Financing component. О чем идет речь? Ну, обычно, если заключается договор купли-продажи, то расчет выставляет вам счет фактуру, расчет там в течение месяца следующего за месяцем поставки. Месяц, два, ну, три. Ну, если вы продаете товар в рассрочку, с вами покупатель рассчитывается в течение нескольких лет, там, какими-то регулярными платежами, тогда речь идет о том, что предприятию товарный кредит предоставлен. То есть, если между выполнением вот этого performance obligation, обязанности по договору, и оплатой в длительный временной интервал, тогда стандарт говорит, экономическая суть, как бы такого договора предоставляется товарный кредит. И не вся вот эта сумма, которая может быть прописана в договоре, будет суммой выручки. Часть ее – это финансовый доход, к примеру. Следующее, на что обращает внимание стандарт – не всегда вот эта цена договора – это некая фиксированная величина. Ну, например, договор строительства. За срыв сроков – страф, за досрочное выполнение – бонус. То есть, возможно, разные исходы. Или, возможно, скидки за объем, оптовые скидки, или скидки за быстрый расчет. Вы с ними должны быть знакомы из курса бумаги F3 базового уровня финансового учета. Prompt Payment Discounts, так называемый. Либо, обычно покупатель имеет право возврата товара в течение какого-то периода. Вот такое право возврата товара у покупателя. Всевозможные скидки, бонусы, штрафы. Стандарт их трактует как переменное вознаграждение. Variable Concederation. Variable Concederation. И стандарт поясняет, когда и при каких условиях такой Variable Concederation должен учитываться в определении цены договора. Если не ожидается, что необходимо будет делать сорнирование, тогда такое переменное вознаграждение включается в цену. И оценивать его можно одним из двух способов. Либо как Expected Value, либо как Most Likely Outcome. Ну, это нечто похожее с методикой оценки Provisions, с которой вам должна быть знакома в рамках стандарта ASX 37. Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets. Хорошо. Мы сейчас на численных примерчиках с вами посмотрим, о чем здесь идет речь. После того, как определена цена договора, если договор многокомпонентный, возникает четвертый вопрос. Как эту цену распределить на отдельные обязанности? То есть, Allocate, Contract Price, To Performance Obligations. Как это можно сделать? Стандарт тоже подробно поясняет. Самый, конечно, оптимальный подход – это распределить цену договора на отдельные компоненты пропорционально рыночным ценам отдельных составляющих частей договора. Опять же, о чем тут идет речь в двух словах. Если вы покупаете некий комплект, вам обычно дается скидка. Как эту скидку распределить на отдельные компоненты договора? Если все эти компоненты имеют отдельную рыночную цену, то эту скидку распределяется пропорционально тем рыночным ценам. Или, как говорит стандарт, пропорционально stand-alone prices, да, raw rate of stand-alone prices. Ну и наконец, когда цена договора на отдельные обязанности распределена, делается пятый шаг, recognize revenue. И тут главный вопрос в чем? Отражать ли выручку, признавать ли выручку по мере выполнения обязанности по договору или же в некий момент времени? Самый простой пример, если речь идет о показании услуги, да, договор о показании услуги, то здесь выручка признается по мере предоставления этой услуги. Если речь идет о продаже товара, то, как правило, выручка признается в момент. Хотя, конечно, не все так просто. Ну вот давайте теперь на примерчике проиллюстрируем, как эта пятиэтапная система работает. И я вам разослал такую задачку. Вот. Задачка. Экзамене Дипифер 15-го года. Это здесь четвертый вопросик. Давайте вы на него посмотрите. Сейчас я его тут найду. Меня будет в нем интересовать часть Б. Меня будет в нем интересовать часть Б. Таких задачек, задачек такого формата у вас на экзамене не будет. Я вам сказал, какого формата будут задачки. Мы таких сейчас тоже пару посмотрим. Так вот. КАПА prepares financial statements to 30th September each year. During the year on the 30th September 2015, КАПА entered into the following transactions. Б.1. On the 1st of September 2015, месяц назад, за месяц до отчетной даты, КАПА sold a machine to a customer. КАПА also agreed to service the machine for a two-year period from the 1st of September 2015 for no additional charge. The total amount payable by the customer for this arrangement was agreed to be blah, blah, blah. The directors of КАПА consider that it is highly probable the customer will pay for the products in January 2016. То есть, действительно, ожидается, что оплата произойдет в январе 2016 года, ну, таким образом, на сумму 810. То есть, по всей видимости, 1 сентября 2016 года счет фактура выставлен на сумму 820, но в счете фактуре там сопроводиловка. Если оплатишь быстрее, тебе скидка. И, по всей видимости, это КАПА уже имеет некую предысторию отношений с данным покупателем, которая свидетельствует, что данный покупатель highly probable. Оплатить действительно в январе. То есть, мы ожидаем от него получить 810 долларов. The stand-alone selling price for the machine was 700,000, and КАПА would normally expect to receive 140,000 in consideration for providing two years servicing of the machine. The alternative amounts receivable are to be treated as variable consideration. Подсказка. Ну вот, товарищи, давайте к этой задачке просят нас в ней. Explain and show how both these transactions would be reported in the financial statements of КАПА for the rendered 30th September 2015. Давайте с вами посмотрим, как на таком сценарии применяется данная пятиэтапная модель. Ну, очевидно, что здесь имеет место договор с покупателем. Договор заключен, более того, к отчетной дате машина уже подставлена. Четко определена, что КАПА, товар и обслуживание, машину и чек-сервис, покупатель деньги платит. Получение оплаты, вероятно. Условия оплаты определены. Договор, конечно же, имеет коммерческое содержание. То есть, очевидно, что первый шаг здесь выполнен. Есть договор с покупателем. Второй шаг. Видите, как интересная нам задачка тут излагает. Она говорит, что вот эта вот услуга будет предоставляться бесплатно. В течение двух лет бесплатно. Бесплатно только сыр в мышеловке. Опять же, второй. Identify performance obligations. Can the customer benefit separately from the machine and from servicing of the machine? Ну да. Ты можешь отдельно купить машину, у кого-то другого сервис заказать. Купить машину без сервиса, сам занимайся обслуживанием. На самом деле, товарищи, этот вопрос не так прост. Но не для бумаги FR. Для бумаги FR тут очевидно, что есть две обязанности. Стандарт FR-15 различает два вида вот этой поддержки покупателей. Есть так называемая assurance-type warranty и service-type warranty. Если покупатель покупает некий товар, то поставщик обязан гарантировать, что товар функционирует согласно техпаспорту. Да, и в случае, если он не будет функционировать согласно техпаспорту, то поставщик товар поменяет, ну или вернет деньги. Это называется assurance-type warranty. Как правило, это требуется по законодательству. А есть service-type warranty. Его можно отдельно купить. Оно не требуется по законодательству. И вот стандарт поясняет, что такой service-type warranty является отдельным performance obligation. А assurance-type warranty не является. В отношении assurance-type warranty необходимо будет отражать provision. Согласно стандарта S37. Ну, поскольку у нас тут очевидно речь идет о том, что такой сервис продается на рынке по отдельной цене, это речь здесь идет про вот этот service-type warranty, который является отдельным performance obligation. Третий шаг. Какова цена договора? И вот мы здесь как раз и сталкиваемся с том, что в договоре три возможных цены. Называется variable consideration. Variable consideration. Variable consideration мы оцениваем в данном случае, исходя из most likely outcome. Most likely outcome получит 810. 810. Четвертый шаг. Надо вот эти 810 распределить на отдельные обязанности. Ну, вот давайте уже что-то маленькое и попишем. Да, значит, вот у нас задачка декабрь 2015. Я тут пояснения никакие писать не буду, их от вас на экзамене не ожидают, я просто иллюстративно расчетик сделаю. То есть тут у нас два performance obligations. Это machine, delivery of machine, и вот это two-year service. Теперь цена всего этого дела, variable consideration 810, но мы все пишем в тысячах долларов. И, наконец, нам эту цену необходимо распределить на отдельные performance obligations. Stand-alone prices. Stand-alone prices. Значит, видим из условия, что для машины это 700, для двухлетней услуги это 140. Вот в пропорции надо распределить. То есть о чем идет речь как бы, да? Вот тут у нас цена договора 810. Если бы на рынке отдельно покупался сервис и отдельно покупалась машина, оно бы обошлось бы на 30 дороже, то есть скидочка. Так скидочку распределяем. Ну вот распределяем ее пропорционально. Вот в такой пропорции. Вот в такой пропорции. Если это посчитаем, то получится у нас следующее. 675 и 135. Ну и теперь, как бы хватит заниматься словоблудием, давайте проводки попишем. Значит, 1 сентября нам сообщает задачка. Капа уже машину поставила. У Капы возникло договорное право требовать денежные средства. Капе нужно сделать дебит. Что? Trade Receivables. И вот смотрите, как стандарты перекликаются друг с другом. Trade Receivables – это финансовый актив. Contractual right to receive cash. Соответственно, что нам говорит стандарт ФРС 9 про первоначальное признание финансовых активов? Это fair value. Так вот, если ты с высокой долей вероятности ожидаешь получить 810, вот это и есть его fair value. Теперь кредит куда? Кредит касаемо машины. И вот тут мы как раз с вами и подходим к пятому этапу. К пятому этапу. Recognize revenue. Машина – это товар. На момент его доставки контроль над этим товаром перешел к покупателю. Необходимо будет в income statement отразить revenue. Revenue на 675. А вот что касается сервиса, то 1 сентября мы его предоставлять еще и не начинали. То есть договорное право требовать денег у нас появилось, а сервиса мы еще не начинали предоставлять. Это как бы обязанность по договору. Контракт лейбилити. Контракт лейбилити. Вот что нужно было сделать 1-9. Ну и revenue in respect of delivery of machine is recognized at the moment of delivery. А revenue in respect of service will be recognized over time. По мере того, как эта услуга предоставляется. Ну и вот у нас отчетная дата как раз 30-го, 0-9-го, 15-го. Соответственно, что мы увидим с вами в position statement и в performance statement, и в income statement. Ну, revenue. Значит, касаемо машины, машина уже поставлена. Услуга у нас была на 2 года. С 1 сентября по 30 сентября прошел 1 месяц. То есть 2 года это 24 месяца. Ну да. То есть 1 из этих месяцов уже прошел. И соответственно, 1,24 от этих 135 мы уже заработали. А остальное это наш контракт лейбилити. Соответственно, 23,24 от 135. И вот у вас на экзамене могут попросить вот таких небольших задачках посчитать что угодно. Ревеню посчитать или рассказать, что будет на балансе. Причем с делением на non-current liability и current liability. Это то, что мы должны уметь с вами делать. Что такое current liability? Это та часть этого обязательства, этой обязанности по доллару, которая будет выполнена в течение следующих 12 месяцев. В течение следующих 12 месяцев 12,24 от 135 будет выполнено, будет заработано. Соответственно, остающиеся 11,24 это будет non-current liability. Это non-current liability. Вот, товарищи, такого плана иллюстрация. Вот такого плана задачки достаточно популярны по выручке на F7 в вопросиках. Теперь следующий давайте посмотрим сценарий в этом вопросике. Сценарий второй. Сценарий второй. Ну и вот давайте к этому сценарию применим ту же пятиэтапную процедуру. Значит, очевидно, что здесь есть договор с покупателем. Об этом тут сомнений никаких быть не может. Здесь обязанность по договору, performance obligation, поставить 100 этих изделий. Поставили. Третий. Цена договора. И вот видите, здесь тоже проблема с variable consideration. Вот этот вот right to return of the customer is considered by the standard to constitute variable consideration. Variable consideration. Как быть? Как быть? Стандарт поясняет. Если вот ты заключил договор с покупателем, и ты не знаешь, вернет он тебе этот товар или не вернет, тогда пока не истек срок права возврата, ты не уверен, что товар к тебе не вернется. Тогда ты не сможешь признавать выручку. Но, стандарт обращает внимание на тот факт, ну что покупатель, он же не ерундой же занимался, когда к тебе пришел эти изделия, у тебя взял, самовывозом, по всей видимости. Да? Что же он взял, чтобы тебе потом вернуть, чтобы призвуху эту создавать. И, как правило, ты сможешь сделать некое оценочное осуждение, касаемо того, какая часть этого товара к тебе, вероятно, вернется. Это дело житейское. Допустим, вы делаете ремонт. Вам нужна краска. Приходите в соответствующий строительный магазин и договариваетесь. Знаете, давайте я возьму с запасом 100 банок. Если мне понадобится меньше, я вам часть верну. Возьмете назад? Возьмем. Продавец-то понимает, что вы все ему назад не привезете. У него может быть какая-то статистика данных, на основании которой он делает оценочное осуждение. Сколько из этих 100 банок, как правило, возвращаются. И вот если ты можешь надежно оценить процент этих возвратов, то ты не сди, пока эти 3 месяца пройдут, а сразу на момент перехода контроля над товаром к покупателю, можешь и себе уже отражать выручку. Поэтому, как здесь надо будет поступить в этом сценарии, сценарии Б2. Опять же, 20 сентября 2015 года возникло договорное право требовать в отношении этих 100 юнитов, 100 изделий по 2 тысячи за каждое. То есть, вот они 200 тысяч. И вот пятый шаг. Recognize revenue. At the moment. В этот момент контроль над товаром перешел к покупателю. Делаем credit. Income statement. Revenue. Но опять же, надо оценить этот variable consideration. Мы считаем, что 96% изделий к нам уже никогда не вернется. Двойная запись должна работать. Дебиты должны равняться кредитам. У тебя в statement of financial position нужно сделать кредит на 8. Это что такое? А вот это вот liability under the contract. To accept returns. Да. Returns liability. Теперь. А же со склада уехали запасы. Credit inventory. Опять же, 100 этих юнитов по условию имели себестоимость 1600. 160 тысяч. Соответственно, выручка, да, в договорах с покупателями, по договорам с покупателями у нас в отчетности признается развернуто. Revenue and cost of sales. Это то, что вы еще должны знать с предыдущей бумаги финансового учета F3. Если речь идет о продаже основного средства, нематериального актива, там результат прибыли и убыток от продажи признается свернуто. Да, мы не разворачиваем там revenue и cost of sales, свернуто. А вот продажа товара в работу слуг по основной деятельности, там развернутое представление. Так вот, debit, income statement и cost of sales. Это, опять же, такой важный принцип учета, принцип начисления. Если мы считаем, что мы заработали 96% выручки, то 96% от себестоимости мы относим на себестоимость реализации. Это получается 153 600. Опять же, чтобы двойная запись работала, нужно еще сделать debit на 6400. А это что такое? А это в statement of financial position мы должны будем показать asset, contract asset, in respect of those goods, which were delivered to the customer, but that may return to us. Что важно понимать? Вот когда мы будем statement of financial position показывать вот эти четыре юнита, да, мы их должны показывать не в составе запасов. Мы их должны отражать, present in the statement of financial position. Запасы это сырье, незавершенное производство и готовая продукция, в отношении которой договора с покупателем еще нет. А эти четыре юнита, они уже законтрактованы, чек пробил уже покупатель, да, просто вернуть нам может. Мы, кстати говоря, не знаем в этой задачке, он нам уже деньги заплатил или не заплатил, может уже заплатил как бы. Ну и понятное дело, что в statement of financial position это будут current items, current liability, соответственно, и current asset. Вот пример, variable consideration. Здесь, заметьте, мы уже этот variable consideration оценивали не как most likely outcome, а как expected value. Как expected value. Когда мы брали процентик от суммы, это expected value. Most likely outcome, ну, скорее всего, ничего не вернется, 96% ничего не вернется. Ни одно изделие продал, да, много. Ну вот, товарищи, значит, эти две задачки, они нам, два сценария, позволили проиллюстрировать вот эту сухую теорию. Вас на экзамене не попросят писать дебиты, кредиты, какие-то развернутые объяснения. Это уже следующий этап бумага strategic business reporting. Теперь давайте глянем на формат вопросиков, которые вас могут ожидать на вот этом вашем предмете. На вот этом вашем предмете. Вот. Вот такая задачка. Это пример задачки, с которыми вы будете сталкиваться в разделе B. С которыми вы будете сталкиваться в разделе B. вам дается некий сценарий, и к ним пять вопросиков, и к нему пять вопросиков. Вот обычно такие задачки я даю людям на дом, они их решают, присылают мне ответы. Если я вижу, что все люди с задачками справились прекрасно, я их разбор не устраиваю. Если я вижу, что какие-то там надо разобрать, тогда я их прорешиваю в классе. Ну, давайте глянем, значит, этот вопрос. Ну, вам две минутки на прочитать сценарий. Кто это будет смотреть в записи, здесь может остановить запись. И почитать я сразу же начну решать в целях экономии времени. Крэг. Солд и installed a large item of machinery for $800,000,00 на 1st of November 2007. Included within the price was a two-year servicing contract, which has a value of $240,000,00 and a fee for installation of $500,000,00. Крэг. Крайк работает с агентом для многих маленьких контракторов, earning commission of 10%. Крайк's revenue includes $6 миллион received from clients under these arrangements, within $5.4 миллион in cost of sales, representing the amount paid to the contractors. Крайк sold a large number of vehicles to a new customer for $10 миллион on 1 July 2007. The customer paid $990 up front and agreed to pay the remaining balance on the 1 July 2008. Крайк has a cost of capital of 6%. Вот такой коротенький сценарий. Здесь три отдельных параграфа, никак не связанных между собой, и к ним пять вопросов. Вопрос номер один. How much should be recorded in Kragk's revenue in the statement of profit or loss for the rendered 31 December 2007 in relation to the large machine sale? То есть он меня спрашивает про вот этот первый сценарий. Ну вот давайте на этот первый сценарий посмотрим повнимательнее. Опять же, здесь речь идет об отдельном договоре с покупателем. Сколько в этом договоре компонентов или performance obligations, promises to transfer goods and services? Ну, во-первых, опять же, здесь обещание продать некую машину. Далее, здесь опять же обещание обеспечить техобслуживание на два года. Ну, есть еще и третье. Есть еще и обещание инсталлировать эту машину. Отчетная дата у нас 31 декабря. Все это было сделано 1 ноября 2007 года. Sold and installed. Ну, по всей видимости, приехал, выполнил сборку. Очевидно, имеет место договор с покупателем. Сколько в нем компонентов? На самом деле вопрос не так прост. Могут быть разные аспекты. Но очевидно, что машина. Очевидно, что это сервис на два года. И очевидно, что это installation. Потому что в процессе installation, да, может отдельно заказать покупатель такой installation. Если не может, тогда машина и installation рассматриваются как единый performance obligation. Но, если он в состоянии сам выполнить такую сборку, покупатель, или ее может любой другой инженер внешне сделать, тогда это три отдельные будут performance obligation. То есть, их можно отдельно купить на рынке и, да, таким образом они являются идентифицируемыми. Теперь, общая цена у нас, общая цена, третий шаг, 800. Общая цена 800. И вот как здесь определить standalone prices? Ну, они нам здесь даны. Касаемо сервиса, это 240. Касаемо installation, это 50. Ну, и тогда надо полагать все остальное. Все остальное, это сколько у нас получается? 290. 510. 510. Это машина. Это машина. То есть, по всей видимости, здесь никакой скидки речь не идет в этом условии, все, но все эти компоненты по отдельным рыночным ценам. Вот. И теперь вопрос следующий. Какую же выручку мы можем здесь признать? Ну, как машина, так и installation, эти performance obligation, как бы, выполнены уже 1 ноября. То есть, в полном объеме выручку на 510 на 50 уже можно признать. Сервис. С 1 ноября по 31 декабря прошло 2 месяца. Из 24 месяцев. Соответственно, 2,24, 2,24 уже заработаны. Ну, или же 20. Ну, и таким образом, суммарная выручка, которую к 31 декабря 7 года можно, можно, а нужно, Крэгу признать, 510 плюс 20 плюс 50, это 580. Как вы это будете считать? Вам дается на экзамене калькулятор, бумага. На бумаге как-то можно быстро себе прикинуть. Вот. Объяснять вам ничего не нужно, вам просто нужно будет выбрать правильный вариант ответа D. Теперь следующий вопросик. Крэг's sales director is close to selling another large machine, offering free service, therefore selling the entire machine for 560,000. Крэг never sells servicing separately. То есть теперь, теперь он за все за вот это, за все за вот это, хочет уже не 800, а меньше, 560, то есть дает большую скидку. Вопрос. How should this discount, discount какой получается? 240. Be applied in relation to the sales of the machinery. У него необходимо будет распределить эту скидку пропорционально на все компоненты договора. Все компоненты договора. Опять же, пропорционально extend the loan selling prices. То есть, здесь это вас считать не просили, но вот если бы попросили, то было бы следующее. Да, соответственно, 510, 800, от 560, это был бы компонент машины. 240, 810, от 560, это был бы компонент 50, компонент installation. Ну и, соответственно, 240, от 800, на 560, это был бы компонент сервиса. Скидка должна была бы быть распределена пропорционально. 298 вопросик. What adjustment needs to be made to revenue in respect of the commission sales? Ну вот, в этой задачке речь идет о втором параграфе. Давайте еще раз на него посмотрим. Craig works as an agent for a number of smaller contractors, earning commission of 10%. Agent. Тверящий стандарт АФРС 15, применительно к договорам с покупателями, рассматривает, кем организация выступает по контракту. принципалам, principal или agent. В чем проблема учета? Кто контролирует товар? Если ты контролируешь товар, который ты продаешь, ты принципал, и тогда результат продажи этого товара, ты у себя в отчете о прибыли и убытках будешь отражать развернуто. то есть вот таким вот образом. Выручка себе, стоимость, да, revenue cost of sales. Если ты выступаешь по договору с покупателем, агентом, тогда ты у себя просто показываешь комиссионный доход. Товар, который ты перепродаешь, у тебя учитывается за балансом, он у тебя на балансе не стоит. И стандарт дает пояснение. Когда ты выступаешь принципалом, когда агентом. Обычно агент, он просто сводит вместе покупателя и производителя. Он, агент, не отвечает за надлежащее функционирование продаваемого товара. Хотя он может оказывать помощь в разрешении каких-то споров. Если товар окажется не ходовым, посредник, агент, в любой момент может его вернуть производителю. А производитель забрать товар у одного агента и передать его на реализацию другому. То есть, иными словами, агент не несет риски за снижение цены на такой товар, устаревание такого товара. И вот, если ты выступаешь по контракту в роли агента, ты у себя не отражаешь выручку развернуто, revenue less cost of sales equals gross profit. Ты просто показываешь комиссионный доход. Вот, что сделал Грег? Грег с ремен includes 6 million received from clients with 5.4 million cost of sales. Грег не прав. Если бы он действительно контролировал перепродаваемый товар, тогда надо было бы сделать вот так. Но поскольку он выступает в роли посредника, он у себя должен был просто показать комиссионный доход на сумму 10% от вот этих вот 6 миллионов. Где ее нужно в отчете о прибыли показывать эти 600 тысяч? Это вопрос вашей учетной политики. Presentation in financial statements is a matter of accounting policy. Здесь есть два варианта. Либо ты это отражаешь в составе revenue, комиссионный доход, либо отдельно уже после gross profit и income statement показываешь вот этот комиссионный доход. Это дело твое. Ну вот, давайте посмотрим, какие у нас тут есть варианты. What adjustment needs to be made to revenue? Reduce revenue by 6 million? No, you have to show revenue of 600,000. Reduce revenue by 5.4 million. Definitely not increase, you already have 6 million. No adjustment required would be the correct answer and correct be a principle. So correct treatment is B. 299 How much should initially be recorded in revenue in respect of the sale of vehicles and the statement of profit or loss further ended 31 December 2007? Answer to the nearest thousand dollars. Вот здесь нужно быть очень внимательным на экзамене. Тебя просят в тысячах, пиши в тысячах, потому что когда тебе нужно будет заполнить клеточку, компьютер не поймет, если ты сделаешь что-то другое. Здесь уже речь идет про третий параграф, да, ну вот давайте мы на него посмотрим. Crack sold a large number of vehicles to a new customer for 10 million on the 1st of July. 1st of July у нас подвисла программка, надо перезагрузить. Сохраним. Загрузить. Да, вот такое иногда бывает, оно подзависает. Программулина такая, значит, первого 07-го 7-го 10 миллионов. Значит, 990 было проплачено сразу тысяч, соответственно, а разница будет проплачена аж через год. Если всего 10 миллионов, значит, остается, значит, остается 9 миллионов и 10 тысяч через год. Так вот, опять же, здесь проблема в нашей пятиэтапной модели в третьем шаге. Determine contract price. В контракте прописано 10 миллионов, 990 получено сразу, а разница 9 миллионов и 10 тысяч через год. То есть, по сути дела, Crack стал значительную отсрочку. И вот здесь в оценке вот этого consideration важную роль будет играть временная стоимость денег. Опять же, момент признания выручки, момент признания выручки, пятый шаг. Когда контроль над автомобилями перешел к покупателям, это седьмого, и вот здесь Crack у себя делает проводку debit cash, и debit trade receivable, опять же, договорное право на получение денежных средств, это финансовый актив, первоначальное признание по справедливой стоимости. Так вот, справедливая стоимость договорного права получить 9010 через год при стоимости капитала 6%, да, это у нас нечто другое на 106, на 106, ну и средства, соответственно, вот это будет сумма твоя кредит равенни, вингом стоит на тебе. Договор содержит компонент финансирования. Давайте посмотрим, какие у нас тут есть варианты ответа. А, здесь мы должны подбить. how much initially should be recorded? Вот, короче говоря, такую цифирку надо будет подсчитать. Да, и вот эта сумма даст тебе величину выручки. Даст тебе величину выручки. ну а разница это будет процент и доход. Последняя задачка, глянем. 300, пятая, да, в этом переду. On 31st, December 2007, CRAG sold some maturing goods to a bank for 3 million. The estimated value of the goods at that date was 5 million, which is expected to keep rising. CRAG keeps the goods on its premises and has the option to repurchase the goods on 31st, December 2009 for 3.63 million. Вот такой интересный договор. Речь, и в чем его экономическая суть? Ну, CRAG вот этот, сегодня, 31 декабря 7-го года, продал товар банку за 3 миллиона, при этом, что уже сейчас этот товар стоит 5, мы продали на 2 миллиона дешевле, он уже сейчас стоит 5, и ожидается, что дальше будет расти. Что-то подозрительная какая-то сделка, продали за 3, то, что стоит 5, оно еще и дорожать будет. При этом, договор дает этому CRAG общую право, но не обязательство, через 2 года выкупить этот товар обратно, 3.63. Воспользуется CRAG этим правом или нет? Ну, если он уже сегодня стоит 5, и будет расти, конечно, воспользуется. То есть, в этом сценарии мы имеем дело с договором, который позволяет обратную выкупу. И стандарты ФРС 15 подробно рассказывает, как поступать по таким договорам, которые содержат обязательства, либо дают право отыграть сделку обратно. Но на уровне нашего с вами ФР нам не нужно даже здесь знать детальные указания стандарта, потому что из самого сценария видна экономическая суть договора. Банк это нетипичный контрагент для купли-продажи товаров, банк это кредитная организация. И по сути дела экономическая суть этой сделки получение займа на сумму 3 миллиона под залог этих inventories матюринг goods. Понятное дело, что через два года они будут выкуплены. Поэтому Which of the following outlines the correct accounting treatment of inventory? У тебя в statement of financial position должно в current assets это инвентари остаться по его себестоимости. Я не знаю какой кост, мне об этом задачка не рассказывает. А то, что ты 31 декабря 7 года получил денег, это дебит кэш, кредит лоун, кредит лоун на 3 миллиона. А inventory мы оставляем у себя на балансе. Конечно же ни о каком revenue recognition здесь речи идти не может. Почему? Потому что контроль над товаром к банку не перешел. Пока продавец сохраняет за собой право забрать товар обратно, товар проданным считать нельзя. До тех пор, пока это право не истечет. Соответственно, which of the following outlines the correct accounting treatment? Record a loss on disposal. No, you do not record anything in the statement of profit or loss. Take 3 million to revenue. No, you do not recognize anything in the statement of profit or loss. Leave the inventory in current assets increasing in value as the goods mature. Ну, это спорный вопрос. Это спорный вопрос, потому что inventory отражается at the lower of cost and net realizable value. И если в течение этих двух лет, пока inventory будет у нас там лежать на складе, с ним ничего не будет происходить, какие-то дополнительные работы, то до его cost и останется cost. 3 до 3 миллионов alone with 10% compound interest accruing over 2 years. Да, действительно, здесь видно, что это 10%, потому что 10% за один год это 330, плюс еще 10% за другой год это 630. D это очевидно правильный ответ. Это очевидно правильный ответ. C может, конечно, increase in value, но поскольку нужно выбрать оптимальный, вот иногда бывает два подходящих ответа среди A, B, C, D. один кажущийся, а другой вот зубодробильно правильный. D, это зубодробильно правильный ответ. C, ну, если в процессе вызревания что-то еще крэкс будет делать с этим инвентари, какие-то работы, тогда их себестоимость может увеличиться, а само по себе, то, что у тебя ничего не происходит с этими инвентари, просто лежит на складе, зреет, ничего, тогда кост этот расти не должен. Ну, товарищи, нам был дан час для этого нашего занятия, я думаю, вы приблизительно получили представление о том, что предлагает LearnItOnline. Вот эти все занятия, вы их сможете смотреть в записи, а конспектик лекции, я его рассылаю вам в PDF-формате. Вот, да, и, конечно же, возможно, обратная связь, как во время занятий, так и позже, вот, когда вы мне можете задавать какие-то вопросы, на которые, если я задачку хочу посмотреть в классе, мы ее в классе разбираем, ну, либо в индивидуальном, так сказать, общении, если она общего интереса ваш вопрос не несет. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.